всем привет друзья вы знаете вот три дня подряд 7 8 и 9 апреля пасхальные праздники и была чудесная погода на острове вайт доходило до 19 градусов правда воскресенье уже немножко к вечеру похолодало но тем не менее хватило мне и времени и желания немного поснимать для вас новых видео сегодня будет для вас продолжение истории почему же все таки мой сосед снизу продает свое жилье покажу вам кусочек моей малюсенькой клумбы которая осталась и также расскажу вам какой участок земли возле нашего дома предлагали мне купить как обычно усаживайтесь поудобнее друзья и давайте начнем так как у нас все взялись за свои садики сейчас гуляешь отовсюду слышно как тарахтят эти газонокосилки ну и я тоже решила чуть-чуть немножко вот единственная клумба вот здесь вот видите она у меня уже как бы сказать вам вообще никакая не ухоженная немного здесь растет вот красивенький такой цветок вьющийся даже не знаю ну и конечно же растет примула примула дикая а потом я выставила вчера свои суккуленты просто в горшках думаю пусть они у меня здесь поживут на свежем воздухе что с ними получится дальше не знаю все что я могла здесь преобразить это то что я посадила вот здесь вот петунию купленную вчера но она что-то у меня даже здесь под завяла немножко под завяла вообще петунию конечно обожаю самый красивый цветок для меня там у меня еще в черенках петуния сейчас прорастает квартире я посажу и вот в этот горшок это петуния вот совсем маленький такой один кустик стоит 3 фунта как-то вы знаете дороговато по моему ну вот здесь я наверное ее так и оставлю а там я посажу от нее отростки когда они прорастут вот так я занимаюсь садоводством скажем так все что могу пошла вокруг смотреть дом свой вот видите как здесь выглядит это все с этой стороны и и это вывеска фосейл нижнего этажа все еще здесь висит что-то как-то я даже и движухи здесь не слышу сосед уехал сейчас по моему он уже давно сюда не приезжает все закрыто видите у него да а а мои окна там вот наверху я до этого вам показывала и рассказывала что у него тут шел ремонт квартиры такое преобразование он затеял решил звукоизоляцию там сам сделать вот даже просил у меня денег что давайте напополам тут две с половиной тысячи надо заплатить чтобы звукоизоляция была нормальная я отказалась он вот это значит все затеял сам уехал туда в лондон как обычно но эти рабочие долго занимались этим вы знаете здесь все делается неспешно медленно в англии и они закончили где-то через полгода наверное и сосед приехал проверять эту звукоизоляцию значит ко мне пришел говорит а вот не могли бы вы там музыку какую-нибудь включить и мы посмотрим что у нас я же все тут заменил все должно работать но я говорю пожалуйста я взяла и включила приемник обычный приемник маленькие музыку включила он ушел к себе долго его не было потом возвращается весь такой грустный говорит вы знаете я не пойму но раньше по моему даже вас было слышно меньше чем стало слышно сейчас просто музыка как будто здесь у меня рядом я говорю ну вот я об этом вам в общем очень долго пыталась рассказать вам было меня не слышно и вы не понимали моих претензий потому что я же живу тихо музыку никогда не слушаю и в общем то у меня и шума то не было а теперь вот когда я включила на полную громкость музыку вы себе представляете как это выглядело и сосед мой очень запечалился закручинился и говорит что да неудачно я эту квартиру купил особенно теперь еще и и звукоизоляция у нас не работает я и деньги непонятно зачем вложил да еще и наша ленд леди опять подняла оплату сервис чардж и жена говорит моя недовольна потому что вот эта земля которая здесь под окнами она же тоже не принадлежит соседу моему она принадлежала мишель которая жила в квартире вот там внизу справа а соседу как оказалось вот тоже хоть он внизу и живет но не принадлежит вот этот вот газон огромный садик а ему принадлежит вот эта территория здесь видите перед домом но это такая парковка всего лишь навсего и вот территория там впереди где растет у нас дерево и где он срезал там под моими окнами другие остальные деревья ну то есть вот получается что у него вот эта вся северо-западная часть вот этой земли как раз и его и здесь много земли так то может быть и можно было как-то нормально ей распорядиться более умело но плохо то что там северная сторона да еще за домом там всегда темно и никаких там ни цветов ни клумб ничего не сделаешь и как правильно заметил сосед что ему от этой земли никакого толку нет а только приходится за ней ухаживать деревья пилить да еще кусты сажать и газоны стричь а я подумала да правильно наверное сделала что не взяла ту землю которую мне предлагала фиона нашей входной двери и еще раз хочу вам рассказать вот мне когда я стала как бы претендовать на какую-то тоже землю здесь и сказала фионе написала ей бывшей нашей хозяйки land lady что так нельзя что если здесь в этом доме 4 квартиры то как-то вы должны поровну землю поделить и тогда она знаете мне что предложила она мне предложила вот этот вот участок здесь вот он я вам его как раз покажу ну вот вот от забор от забора и до обеда вот от забора здесь сейчас тень не очень видно ну и вот сюда вот видите сейчас покажу вам с другой стороны вот этот кусочек земли во первых он неровный видите если он здесь с пригорком таким вот во вторых здесь росло дерево вот сейчас оно сгнило и упало его распилили убрали торчит пенек а до этого здесь было дерево и вот я вам показываю как выглядит здесь стена вот этого вот участка вот наверху видите вот этот вот газончик мне предложила фиона что она может мне его отдать в собственность я посмотрела посмотрела подумала и что я буду делать вот с этим вот участком скажите мне на милость и здесь потом еще к тому же посмотрите здесь так наклонился этот забор забор очень старый наверное столько же ему лет сколько нашему дому а это значит больше ста лет и вот он вот таким вот даже видите выпетился таким пузом сюда потому что дожди все здесь отсыревает все вот с этого вот пригорка сюда течет вниз и скорее всего подумала я что это каменная стена может не сегодня завтра вообще сорваться обломаться рухнуть и мне придется еще и вкладывать деньги чтобы чинить эту стену помимо того мне еще будет надо постоянно стричь вот этот вот газон видите ну что можно здесь вот на этом вот пригорке было мне организовать вот если только может быть вот такое же точно сделать патио как здесь у соседа моего видите у него тут такое патио возле двери и она заканчивается вот этим вот как раз участком непонятной горы газона такого неровного то есть мне нужно было заказывать тоже огромные земляные работы чтобы все вот это вот срезать и чтобы как-то приводить в порядок делать ровной вот эту вот поверхность и может быть потом ее как-то использовать я не знаю но здесь опять же понимаете каждый шаг и каждый чих нужно согласовывать с местными властями и если бы я что-то здесь такое вот вдруг решила сделать я уже была даже вдохновилась смотрела думала планировала как тут это можно всю гору убрать но потом поняла что мне в общем то это не надо это мне вложить огромные деньги это так все будет длиться долго все эти согласование ну вот спрашивается зачем нет решила я рядом с дорогой что-то здесь такое для себя устраивать не интересно мне ну и потом хозяйка ведь мне предложила эту землю не задаром она еще и попросила по моему то ли три с половиной то ли четыре с половиной тысячи фунтов вот за этот вот маленький кусочек земли за который я потом полностью несла бы ответственность ну и я считаю что я правильно поступила что я отказалась и сейчас слушая соседа своего я еще больше укрепилась во мнении правильного своего выбора с этой землей делать совершенно нечего но сейчас вот этот кусочек земли он принадлежит другому моему соседу снизу который купил квартиру мишель и вот он тоже теперь отвечает за этот кусочек и должен постоянно здесь стричь вот этот газон я вернулась там делала грядку свою но у меня там внизу и глядя на меня вышел сосед напротив и вот знаете смотрите смотрите что он делает он срывает вот эту вот вьющуюся растительность это плющ такой видите на другое окно перешла может здесь будет более видно вот смотрите с левой стороны он уже все практически очистил забор а с правой стороны этот плющ еще остался растет видите вот так мне почему-то кажется что с плющом то было интересней и он по моему там этот плющ вообще не мешал потому что здесь только же машины у нас ездят но он решил убрать хозяину виднее опять же конечно ну вот у меня складывается впечатление что зря он зарос бы этот такой страшный забор зелененьким таким плющом и было бы даже и ничего но он видите так аккуратно он все туда себе за забор бросает всю эту грязь здесь не оставляет а там у него кому видно во дворе видите вот такое красивое плетеное кресло висит вот знаете тоже я всегда здоровый с ним этот мужчина тоже такой привет ли он давно здесь живет когда внизу стояла я никогда не видела что у него там так классно с креслицем и патио небольшое перед домом а вот непонятно почему смотрите этот забор он весь глухой и калитки сюда выхода нет где у него выход сейчас я попробую посмотреть вам покажу да нет вы знаете я почему-то не увидела выход вот если может быть вот там вот где белая висит простыня может быть там вот калитка вот эта затемненная трудно сказать вообще по территории у них конечно большая и там его жена помогает видите она стрижет газон вот тут у меня можно созерцать теперь все все вокруг что я порой делала здесь чудесное дерево и вот в прошлом году спилили остался пенек посмотрите видите судя по спилу дерево ничем не болело здоровая красивая отличная и знаете остается только узнать а как разрешили вообще здесь на набережной спилить такое огромное дерево порядка 100 лет дуб наверное был здесь так вот я вспомнила высказывание одного олигарха русского как он говорил что деньги пилят сталь и камень деньги все пилят вот наверное помешала здесь хозяина этого отеля это большое дерево не знаю чем помешало ну вот груши груши пилят камень но у меня на сегодня для вас все единственное что хочу напомнить опять друзья не забудьте поставить лайк ну или дизлайк если кому-то не понравилось мое видео я таким образом буду знать что именно вы предпочитаете смотреть в моих последующих видео не забудьте пожалуйста также посмотреть рекламу если она у вас есть и напишите свои пожелания комментарии а на этом я с вами прощаюсь друзья берегите себя в это трудное время всего вам доброго пока пока